Добрый день! Сегодня на православном канале «Экзегет» мы отвечаем на вопросы наших зрителей. И вот, в частности, нам был задан такой вопрос. «Сошествие Христа в ад. Откуда мы об этом знаем? В Евангелиях и Деянии об этом ничего нет. Только в апокрифах есть об этом упоминание. На какой источник ссылается Церковь, когда говорит об этом событии?» Ну, для начала мы все-таки найдем необходимым поправить нашего зрителя о том, что в Евангелии и Деяниях об этом ничего не говорится. Да, в Евангелии и Деяниях нет об этом упоминаний. Но есть первое послание святого апостола Петра, глава 3, стихи 18-19. Здесь святой апостол говорит. «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных, «Быв умершлен во плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сошед, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобным всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесною Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Итак, вот в этом отрывке 17 по 22 стих 3 главы 1 послания соборного апостола Петра содержится вот это упоминание, отсылка к той реальности, по всей вероятности, к тому преданию. Для апостола Петра это, в общем-то, были современные ему события, каким-то образом очевидно открыты ему о том, что происходило в то время, когда сам апостол Петр одержимый стыдом и страхом пребывал в покаянной молитве о своем грехопадении. Остальные апостолы сидели в каких-то укрытиях страха ради иудейского, и лишь только апостол Иоанн и некоторые жены наблюдали за тем, что происходило во время распятия Христова, и затем готовились в тот день, который они провели в покое субботний, для того, чтобы с окончанием этого субботнего дня прийти и умастить Христа ароматами. Но во время этих драматичных событий, как мы знаем, Господь после того, как душа Его, как и душа всех других людей, отделилась от смертного тела, оказавшегося лежащим во гробе, Он своим духом спустился в преисподние земли, и, как мы с вами слышим в церковных песнопениях, Господь сокрушил вере адские, то есть все эти запоры, засовы, все эти врата, с которыми изображаются темницы ада, Господь сокрушил, разрушил, уничтожил, вывел оттуда томившихся там праведников. И из этого послания святого апостола Петра можно судить и о том, что некие из тех, кто жил во времена еще и до пришествия Христова, и до, собственно говоря, даже вообще основания ветхозаветной религии Моисеем, сумели найти для себя оправдание, приняв ту проповедь, которую принес во мрачные теснины ада, сияющий, воскресший Господь наш Иисус Христос, спустившийся туда. И это стало, в общем-то, предметом распространенной такой вот иконографии события воскресения Христова. Да, вот мы знаем, что одна из наиболее таких древних и почитаемых иконографий воскресения Христова это как раз-таки сошествие в Аад, который изображает, как Господь спускается своим духом в Аад, выводит оттуда Адама и Еву, подает им руки, за ними теснятся прочие праведники и прочие человеческие души, оказавшиеся в аду во времена до пришествия Христова, и остается ад пустым. Господь выводит всех тех, кто пожелает принять его спасительное слово, его проповедь, которая, в общем-то, таким блистающим образом, самим своим явлением, озарила разрушаемый ад и многолетнюю власть сатаны. Что касается апокрифических источников, то это же предание, которое, безусловно, существовало еще во времена апостолов, о чем нам свидетельствует и послание святого апостола Петра, оно отражено еще в таком апокрифическом источнике, который называется «Евангелием от Никодима». Самые ранее известные списки этого текста относятся к где-то первой половине середины II века. Иногда это такой составной документ из трех частей, в который входит также так называемое «деяние Пилата» или «Акты Пилата», где содержатся диалоги между Пилатом и свидетелями, соучастниками событий распятия и воскресения Христова. В частности, упоминается та самая женщина Вероника, некая, которая встречает Христа. И одной из отдельных частей Евангелия от Никодима, написанным якобы тем самым Никодимом, который приходил ко Христу для того, чтобы учиться его премудрости ночью по свидетельству Евангелия от Иоанна. Вот этот Никодим записал подробный рассказ тех самых воскресших во время распятия и воскресения Христова праведников, о которых также упоминается в Евангелии, что был гром и землетрясение, и многие телеса умерших святых восстали и явились многим. Есть такое краткое упоминание, кстати говоря, тоже имеющее отношение к этой теме в евангельских текстах. И вот Евангелие от Никодима называет двух из тех, кто подобным образом умерших святых восстал и явился многим. Он называет их Харин и Лентий. Это сыновья праведного Симеона-богоприимца, которые скончались ранее своего отца, и которые явились очевидцами и участниками событий того, как Господь спускается в ад в Великую Субботу и выводит оттуда умерших, в том числе дарует воскрешение Харину и Лентю для того, чтобы они пришли и поделились тем, что было им открыто, с теми, кто живет на земле. Ну, надо сказать, что, конечно, по самому характеру вот эти тексты апокрифические, они очень сильно отличаются от текстов евангельских. Они достаточно такие вязкие, тягучие, несколько отрывочные, нелогичные, и в них местами, так сказать, отсутствуют такие необходимые связи. И в них, конечно, не чувствуется вот того благодатного сенения, той благодати Святого Духа, который, безусловно, переживается нами, когда мы читаем само Священное Писание, в особенности читаем и Евангелие, послания святых апостолов, Новозаветные Писания. Конечно, той красоты, силы, краткости и емкости благодатного действия Святого Духа, который и делает Священное Писание благодухновенным, в этих текстах нет. Вероятно, именно поэтому святые отцы и отвергли этот апокрифический текст, который впоследствии стал известен как «Акты Пилата» или «Евангелие от Никодима», и не включали его в канон книг Священного Писания. Уж слишком он и стилистический, и по ряду некоторых своих выражений отличается от действительно богодухновенного языка других книг Священного Писания. Но, тем не менее, это не означает, что все, что содержится в этих апокрифических текстах, необходимо полностью отвергнуть и уничтожить. В таком же положении оказалось, например, очень известное другое апокрифическое сочинение прото-евангелие детства или «Евангелие от Иакова», где описываются многие важные события, в том числе Рождество Пресвятой Богородицы, введение ее во храм, обстоятельства, связанные с рождением, гибелью и воспитанием родителей Иоанна Претей, Претечи и множество других таких вот моментов, которые касаются жизни Господа нашего Иисуса Христа. Сам памятник был отвергнут как апокрифический, как, возможно, поврежденный какими-то языками, и поскольку не сохранилось достоверного оригинального текста этого памятника. Но, тем не менее, те события, которые в нем описываются, оказались восприняты священным преданием. И именно на основании, в том числе того, что нам известно из этих апокрифических сочинений, мы в нашей церковной жизни отмечаем и ряд двудесятых праздников, таких как Рождество Пресвятой Богородицы или ее ведение во храм, и также основываем на едином том же самом предании, которое, видимо, лежало в основе других недошедших до нас источников откровения, которыми пользовалась древняя христианская церковь, и которые вошли вот в эти так называемые апокрифические памятники. Они не являются частью Священного Писания, но события, изложенные в них, являются частью Священного Предания. То же самое мы можем сказать и в отношении Евангелия от Никодима, и в отношении тех событий, о которых упоминает святой апостол Петр. То есть, по всей вероятности, предание Святой Православной Церкви знало нечто такое, что в результате теперь позволяет нам совершать празднество и воспоминать сошествие Христового Ад, и что, несмотря на то, что не отражено в Священном Писании, тем не менее, сохраняется как драгоценное наследие Священным Преданиям Церкви. Ну, а какие-то указания, отдельные отрывочные намеки на это единое церковное предание можно встретить в разных местах из Священного Писания, подтверждением чему, в частности, является и третья глава Первого Послания Святого Апостола Петра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!